товарищи неволоды гости и зрители моего канала рад всех приветствовать итак сегодня публикую видео на тему подбора и покупки зимних шин на ниву легенд ну или нива 21 214 21 213 2121 данный видео обзор и рекомендации которые будут озвучены видео считаю не актуальными для владельцев не вы travel не вы шевроле не вы 2131 пятидверной и для владельцев не вы бронто ну вы прекрасно все должны понимать что все эти модификации классической нивы которые были после классической нивы именно они существенно отличаются и по геометрии кузова по размерам ну по габаритам по весу и тому подобные так далее что в целом сказывается на управляемости автомобиля на тех или иных дорожных покрытиях то есть будь то какой-то мокрый асфальт будь то какая-то насыпная гравийная дорога либо движение по какому-то серьезному гололеду база автомобиля то есть например возьмем него пятидверный 2131 разумеется расстояние между передней осью и задней оси будет абсолютно другое развесовка другая вес автомобиля другой автомобиль тяжелее также и travel также и шевроле бронта у нее конечно заточка идет под оффроуд и у нее существенное отличие будет всего лишь в том то что увеличенный дорожный просвет на ниве он 200 миллиметров на бронта 240 наличие винтовых блокировок в редукторе переднего моста тоже немного будет влиять на управляемость в некоторой степени в некоторых ситуациях вот такое уточнение ну дальше ничего объяснять не буду и так все понятно не обольщайтесь несмотря на то что вроде бы между этими автомобилями модификации не вы много общего то есть одинаковый силовой агрегат там силовой агрегат там на 83 лошадиные силы плюс-минус одинаковая трансмиссия до одинаковая ходовка но в то же время есть отличие довольно серьезные и на управляемость это обязательно будет сказываться постоянный зритель моего канала знает что в моем личном владении это уже третий автомобиль а вот вы видите на виде на видео него в комплектации люкс 2024 года выпуска цвет платина пробег на моем автомобиле на сегодня 3500 километров то есть пробег маленький машина еще не прошла нормально обкатку до этого у меня было две нивы первая него 2015 года выпуска на ней лично я отъездил 70 тысяч километров на 2 не 21 года выпуска цвет кориандр лично я отъездил 132 тысячи километров на этой три с половиной тысячи то есть кроме меня на моих машинах никто не ездит соответственно ну честный опыт эксплуатации нивы классической мой честный опыт это 200 тысяч километров пробега я думаю что за этот опыт за этот промежуток времени за этот пробег можно думаю сделать какие-то выводы какие-то заключения и давать вам какие-либо рекомендации но они не являются истиной в последней инстанции и не могут являться руководством к вашим действиям или к совершению тех или иных покупок делайте все выводы сами вы взрослые люди анализируйте принимайте взвешенные решения и так самый важный момент самый важный момент хочу его огласить тоже в начале видео два самые серьезные пункта при выборе и покупке зимних зимних шин вне зависимости на какую машину смотрите первый пункт которого вы будете обязательно отталкиваться это ваш бюджет что немаловажно именно бюджет будет решать все давайте будем трезво оценивать этот вопрос то есть в любом случае кто-то рассчитывает там на сумму в 15000 рублей найти какую-то бушную зимнюю резину купить на него кто-то принципиально не пойдет покупать дорогие шины да то есть все зависит от нашего бюджета какими денежными средствами мы располагаем для покупки комплекта хороших зимних шипованных шин это очень важный фактор и его нельзя не огласить нельзя его просто исключать в данном видео как ни крути если ты понимаешь что ты рассчитываешь на определенную сумму денежных средств ты понимаешь что ты не можешь купить зимние шины более дорогого сегмента разумеется ты будешь смотреть там из сегмента пониже в какой-то степени недорогие шины по определенным критериям могут не уступать дорогим шинам и наоборот то есть все относительно и второй фактор очень важный два ключевых фактор да это ваш бюджет и второй фактор это условия в которых вы планируете эксплуатировать свой автомобиль больше промежуток времени то есть смотрите вот на сегодняшний день отталкиваясь от своих реалий жизни от своих условий эксплуатации конкретно на сегодняшний день вот то есть что у меня в планах как я планирую эксплуатировать зимой свою ниву я прекрасно понимаю что 90 процентов пробега сегодня у меня это будет будут загородные трассы какой-то межгород города мегаполисы то есть какие-то поселковые дороги до сельские дороги и тому подобное то есть грубо говоря какие-то накатанные зимние дороги с колейностью до сухой асфальт разумеется в мегаполисах там обработаны с там различными химикатами реагентами вот по набережным челнам ездишь там практически голый асфальт круглую зиму также как например будет и в москве и в санкт-петербурге да там дорога чистый асфальт реагенты сыпят не знаю в каком количестве все это будет влиять на выбор вашей резины поэтому не существует идеальные зимние резины что вот только такую все нет все будет зависеть от ваших условий эксплуатации то есть вы должны очень трезво подойти к этому вопросу и ну как бы все это взвесить то есть либо у вас автомобиль него как 2 в семье и вы его эксплуатируете исключительно ну исключительно рыбалка охота развлечения отдых покатушки компании там выезды в лес на природу побуксовать и тому подобное так далее там отснять какой-то контент понятное дело что вы будете ориентированы больше на то чтобы ваша зимняя резина хорошо себя показывала при езде по снежной целине то есть именно там себя хорошо показывал то есть вам неважно будет как может быть она держит себя на трассе насколько хорошо да ну разумеется это тоже важный показатель но все-таки например рыбаки и охотники будут больше присматриваться к той зимней резине которая себя хорошо показывает при езде по снежной целине правильно будут рассчитывать от этого и ширину профиля и характер протектора рисунок протектора какой он как на расположение грунтозацепов какое какое расстояние между ними как будет забиваться снегом и там об как будет хорошо самоочищаться в снежной каше то есть факторов их очень много и вот в сегодняшнем примере я всего лишь вам покажу покажу мое решение отталкиваясь исключительно от своего бюджета которым я располагал и отталкиваясь исключительно от своих конкретных условий эксплуатации поэтому это не может быть какой-то истиной и руководством к вашей покупке смотрите на свой бюджет сами он у каждого будет индивидуальный также как и условия эксплуатации вот такое длинное вступление чтобы не было каких-то непонятных лишь и лишних вопросов рекламы никакой видео абсолютно нет сразу вам говорю и еще хочу сказать что на выбор конкретной резины зимней который вы сейчас увидите повлиял мой брат то есть на данной резине он откатал очень много лет большой пробег откатан и данная резина зарекомендовала себя только с положительной стороны так вот представляю вашему вниманию резину hankuk winter ipike rs2 в размере 215 65 r16 индекс нагрузки 102 т то есть вот для примера я поставил рядом это уже бушная резина это вот новая моя мой комплект да вот одно колесо в сборе на диске забортированная да это резина резина на белой ниве которая стоит у брата данная резина эксплуатируется с 2018 года то есть получается смотрите 2018 год сезон зима 19 20 21 22 там 23 24 то есть грубо говоря там ну давайте честно скажем 6 сезонов да получается вот грубо говоря давайте шесть сезонов данная резина будет эксплуатироваться сейчас пойдет на получается на седьмой сезон правильно я понимаю потому что машина у брата белая была куплена него осенью 2018 года и тут же сразу же осенью была куплена на нее зимняя резина пробег на ней очень большой не могу сказать точно сколько она прошло но суммарно пробег вот на ниве брата на сегодняшний день 119 тысяч километров то есть исключительно резина никакая не менялась вот эта резина была весь срок службы эксплуатации автомобиля белые нивы которые вы иногда видите на моем канале также периодично бывало что зимой я брал его белую ниву катался на его ниве и прекрасно понимал разницу между моими шинами которые у меня зимние стояли до этого на моей предыдущей ниве 21 года выпуска которую я сдал в тайнында поменял вот на эту на новую там у меня стояли вятти bosco nordica v523 они были в размере 205 75 r15 и вот например та резина по сравнению с этой резиной она намного хуже по устойчивости на трассе на гололёде на каких-то вот таких накатанных снежных дорогах с колеей она хуже вятти похуже будет чем хэнкук но она намного лучше при езде по снежной целине данная резина хэнкук вот это вот winter айпайка раз-два она не подойдет охотникам и рыбакам это сугубо лично мое мнение я на ней поездил на неве брата она очень себя плохо показала при езде по снежной целине ввиду того что и профиль колеса очень широкий 215 машина упирается на этой резине зарывается и толком не идет то есть я прямо вот после брата брал объезжал его и на своей вятти с профилем 205 моя машина шла в разы лучше и брат уже ехал получается после меня получается я бил дорогу а он ехал за мной вот вам и вся разница поэтому я неоднократно говорил на своем канале что для классической нивы для классической я подчеркиваю именно для классической в простонародье так на так называемой трехдверной нивы широ резина любая с широким профилем это плохо ничего хорошего в этом нет будь то грязевая мт резина будь то летняя резина какая-то шоссейная в грязевая резина широкая некоторые ставят там 225 235 профиль в грязи затрудненный выход с колеи она упирается резина это идет намного хуже разумеется нельзя быть категоричным справедливости ради нужно подметить что резина с широким профилем может быть идеально в определенных регионах и субъектах российской федерации то есть выживайте то есть зависимости от того какие у вас грунты да то есть заболоченная местность торфянники то есть резина нужно пошире чтобы вы ее приспустили до давления там 0506 у вас такая плюшка широкая вы идете по какой-нибудь топкой по какому-нибудь топкому грунту благодаря чему ваша машина не проваливается но это в тех случаях я вообще вам советую покупать специальные шины низкого давления чтобы не заниматься ерундой и не мучить машину вот например на канале сибир трофи парни там ставят экстрим резину грязевую она у них широкой вот у них смотришь они по таким торфянником гоняют да в их случае узкая резина она просто сразу будет машина провалится на будет сразу утонуть поэтому я вам говорю что все относительно не существует идеального размера резины который везде будет хорош на всех грунтах на всех на всех дорожных покрытиях нет такого и у каждого размера резины у каждого производителя у каждой резины будут свои плюсы и будут свои минусы и вот сейчас вы даже в комментариях это увидите каждый зайдет будет писать и будет хвалить именно свою резину говорит что вот моя резина я на ней там отъездил много-много лет она самая хорошая самая лучшая то есть каждый кулик хвалит свое болото нужно смотреть правде в глаза а в итоге мы отталкиваемся всего лишь от своего бюджета раз и от условий эксплуатации как правило вот и все ну и какую имеем возможность на рынке сегодня что представлено какой ассортимент что можем купить это тоже оказывает на нас влияние и поэтому учитывая то что я свой автомобиль теперь вот ввиду своих своего рода деятельности своей работы до чем я сейчас занимаюсь 90 процентов трассы редкие выезды очень редкие будут на рыбалку на охоту в основном выезды будут в те места где в принципе дороги плюс-минус нормальные ну я спокойно и на этой резине смогу ездить у меня уже нет необходимости бить какую-то дорогу по снежной цели не ехать или еще что то то есть даже если куда-то и соберусь я может лучше поеду компании компании пустим впереди машину какую-нибудь другую чтобы она била дорогу я уже шел за ней я прекрасно например понимаю что вот эта резина hankuk она для снежной целины будет не совсем хорошая сразу говорю к видео я не готовился я не эксперт по шинам чтобы какой-то тут терминологии владеть рассказывать вам конкретно про все ее там характеристики химический состав резины там и тому подобное там в составе то это я парни интернет вам в помощь есть люди профессионалы есть профессиональные каналы посвященные шинам хотите более подробную информацию там вплоть до химического состава какие шипы там и тому подобное набирайте пожалуйста там я просто вот высказываю вам свое личное мнение рассказываю об этой резине мой брат именно именно смотивировал меня на покупку этой резины потому что вот вот у него шина давайте я это уберу в сторону поставлю пока свою новую потом еще не вернемся давайте покажу вам на каком диске она забортирована у брата ну постоянные зрители моего канала видели эту резину она мелькала набила не вот на таких вот литых дисках диски 4 на 4 очень красивый также размер вот она хэнкук до размер также 215 65 r16 также вот она такая же модель к индекс нагрузки 102 т и вот смотрите давайте будет интересно же людям размер диска прежде всего и вот смотрите вот ставьте на паузу 6 1 2 g на 16 h2 но это диаметр посадочного отверстия 139 и 7 и вылет диска это 40 я же зимнюю резину вот эту новую буду бортировать вот на такие же диски на родные литые у меня они отстались от той предыдущей нивы 21 года я разбортирую грязевую в целях экономии денежных средств и забортирую на нее вот этот зимний комплект резина то есть вот обращаю ваше внимание да так где у нас год изготовления вот у брата шина для примера вам для живого пыльно в гараже конечно изваляем сейчас и все тут так е4 сертификация такая же кстати нидерланды и вот смотрите у брата написано made in korea да то есть это шина корейская где же у него так давайте сейчас вот как я найду у него этот изготовление когда она изготовлена сейчас включусь нашел на оборотной стороне чтобы не быть голословной вот видите двадцать первая неделя восемнадцатого года то есть представляете сколько сезонов прошла эта шина ей абсолютно ничего не сделалось там есть в пару местах я заметил когда колеса у него все проверял все четыре колеса осмотр делал на какой-то на одной шине два шипа просто обломлены все все шипы на месте за столько лет за такой пробег высота протектора практически не уменьшилась то есть протектор очень высокий то есть вы представляете насколько это эффективная покупка то есть вы один раз вложились один раз заплатили за такую шину и вы на ней будете ездить как я вам говорил в моих видео вы будете минимум 7 сезонов кататься на хорошей зиме а то и до восьми сезонов на хорошей зимней резине от к то есть как она себя оправдывает все-таки такая резина когда вы за нее один раз нормально заплатили резина это очень мягкая не боится никаких морозов грунтозацепы имеет вот такие вот глубокие рассечения рассечения зигзагообразные до благодаря чему протектор очень хорошо играет она в принципе у нее очень хороший зацеп на гололеде эта резина изумительно на трассе трасса гололед накатанные снежные дороги с колеей она держит него вообще великолепно и вот в этом случае 215 профиль играет только положительную роль для него в управляемости этого автомобиля учитывая что я буду ездить только с большим двухосным прицепом с двухосным прицепом таскать его буду зимой мне очень важно чтобы управляемость автомобиля была плюс-минус ну получше и шины желательно с шириной профиля 215 именно чтобы был максимальная площадь и пятно контакт именно вот из таких рассуждений плюс максимальное количество шипов давайте и вот смотрите шина вот это да столько или с 18 года на откатала и вы не найдете сбоку ни одной даже микротрещины я конечно не знаю как вот с этой с моей с новой шины давайте это вот немножко так уберем потому что смотрите давайте вернемся к моим теперь к новой шине моей к моему образцу он немножко отличается от того что на чем ездил брат то есть данная у нас шина данная шина производства 20 недели 24 года и у нас идет модель чина то есть данная шина изготовлена уже в китае так значит по слоям по слоям где тут написано так может кому-то может быть ну да это получается верхняя часть до 2 стила 2 полиэстера 1 нейлон боковина 2 полиэстера я так понимаю так парни если что-то не так говорю обязательно меня поправляйте в комментариях потому что вот тут я не эксперт пожалуйста вот ставьте на паузу и читайте кому интересно на сегодняшний день да у нас так аж 1 но это сиди 24 в общем китайская не знаю конечно как вот это вот себя шина покажет сколько сезонов она отходит будет ли она потом отрезкаться но в ходе реальной эксплуатации видео отзыв я обязательно же конечно же сделаю то есть вот сейчас вот сезон начнется начну ездить обязательно нужно будет правильно и и прикатать как при правильно прикатывать шипы на зимней резине это первые 300 километров пробега никакой езды более 100 километров в час никаких резких оттормаживаний то есть плавное торможение плавное ускорение никаких вхождений на скорости в повороты то есть езда максимально аккуратно чтобы за 300 километров вот эти шипы правильно прикатать залог вообще хорошей и долгой службы зимней резины в том числе и шипов это именно правильная прикатка так по количеству шипов шипов на данной шине порядка 190 штук то есть что ну довольно очень много на пятне контакта получается задействовано ну довольно серьезное количество шипов будет задействовано это будет хорошо сказываться на зацепе на гололёде и смотрите шипы имеет такую очень интересную такую форму они такие вот сейчас попробую камеры вот видите они в виде звездочки пятиконечная звезда такая заключенная во внутрь металлической втулки я так понимаю она такая как как получается как т-образная или как наоборот как 2p образно как вот правильно сказать такая втулочка круглая и вот такой вот шип виде звездочки пятиконечный тут имеется вот такое наплавление на резины это для того чтобы шип не обледеневал чтобы лед улетал отсюда но вот этого вот так сказать вот этот вот маленький вот этот протектор от образования наледи которая здесь есть на штамповке резины на протекторе его конечно хватит ненадолго я думаю что тысяч 15 тысяч 15-20 и они под затрутся вот эта защита от обледеневания шипа что она такая довольно ну невысокая индикаторы износа резина разумеется это направленная то есть ее как попало ты не поставишь елочка сразу виднеется что ну как ее правильно нужно ставить направленная резина то есть и вот вам сразу показываю да вот видите здесь на шипах уже ничего нет паттерос ну и разумеется пробег на этой резине просто космический так по всем характеристикам в принципе вам рассказал протектор показал так давайте наверное возьмем измерительные наши приборы возьмем вот такой это уголок линейку и давайте вот я вам сразу покажу фактическую ширину беговой дорожки фактическая ширина беговой дорожки составляет 18 сантиметров вот уголком плюс-минус парни но я считаю что практически я до этого мерил перед тем как снимать смотрел 18 сантиметров фактическая ширина высота протектора берем измерительный прибор штангель циркуль не электронный обычный механический и сейчас я попробую замерить его вот в средине здесь замерим получается так сейчас ровно сантиметр высота протектора сантиметр высота протектора сбоку интересно то же самое или нет сбоку сбоку то же самое сантиметр расстояние между протектором по бокам тоже я замерял разумеется тоже я замерял так неудобно он как-то его надо взять наверное телефон лучше в правую руку а этот не могу вот лет не левшадок сейчас замерим чего нас получается смотрите ширина так особо не давлю получается так что у нас получается отсвечивать я не вижу получается 8 миллиметров расстояние между протекторами 8 миллиметров сейчас тут на дорожке тут наверное будет скорее всего поменьше на 5 6 7 да здесь уже 7 миллиметров ближе к средине беговой дорожки 7 миллиметров ну высота сантиметр я считаю что это 10 миллиметров это довольно серьезно плюс 190 количество шипов резина очень достойно это зимние по цене данной шины ну озвучивать смысла я никакого не вижу в каждом субъекте российской федерации в каждом городе в каждом регионе да так скажем у вас в каждом магазине может вы где-то будете заказывать на marketplace их цена колеблется то есть грубо говоря давайте очень грубо скажу от 10 тысяч рублей за одну шину в таком размере 215 65 r16 доходит местами до там 12000 рублей вот такой вот ценовой разлет где-то можно там найти 9 600 9 700 цена в принципе разная ну давайте среднем возьмем за одну шину 10 тысяч рублей возможно что не каждый захочет платить такие денежные средства кто-то ищет там чтобы там не дороже чем 4 с половиной пяти шести тысяч рублей было за шину но я так сказать этот комплект резины эту резину купил уже с задумкой на будущее эту резину я буду эксплуатировать уже до упора то есть даже если потом буду менять этот автомобиль то есть эту резину я уже сдавать не буду эту резину я уже полностью оставлю потому что ну вот глядя на братом мне вот очень нравится что вот прошло столько лет до столько лет столько сезонов он откатал такие пробеги и вот давайте сейчас прямо воочию давайте замерим здесь высоту протектора представляете столько сезонов столько лет и вот высота протектора прошу поверите мне на слово составляет 5 6 7 почти 8 миллиметров вы представляете шина сна износилась на 2 миллиметра всего лишь износилась на 2 миллиметра здесь сбоку еще посмотрю чем меняется в принципе да также шина износил износилась всего лишь на 2 миллиметра за такой огромный пробег за такое количество сезонов то есть шина очень достойная все шипы на месте что немаловажно да вот они такой вот смотрите с ходом времени стечения да смотрите как вот немножко тут как подзагнуло его. Вот это вот наружная обойма, в которой ходит получается вот этот пятиконечный шип-звездочка, да? А так немножко как-то подточено стало, но в то же время шипы не попадали. Все шипы на месте. Я говорю, где-то на каком-то колесе я видел, что у него два шипа сломлены наполовину, и половинка осталась там внутри. Вот есть такой момент. Но я считаю, что это очень достойный результат. Ну, давайте в конце видео как такое, как заключение, в принципе по ширине, по глубине всю информацию я вам предоставил очень подробно. Сравнил сразу уже с шиной, которая прошла довольно большой километраж, то есть большое количество сезонов. Вы, то есть, как бы чем это видео хорошо, вы видите с чем сравнить, то есть последствия, да? Ладно бы я вам просто показал шину какую-то новую, просто вот шина и шина. А когда уже у вас есть рядом второй образец с большим пробегом, с большим пробегом, то есть это уже, конечно, обзор такой более получается честный на самом деле. То есть я надеюсь, что шины, которые производят в Китае по качеству будут, наверное, надеюсь, не хуже. Но еще раз дополню, что в своих видео на YouTube-канале я обязательно всю информацию после эксплуатации данных шин, какие-то первые свои впечатления, я обязательно оглашу, всю информацию вам предоставлю. Обкатаю правильно, посмотрим, выпадут, не выпадут шипы после первой зимы. Поедем на рыбалку, обязательно попробую. Уже сам вот конкретно, уже когда нам... Все-таки есть разница, или когда ты там у брата взял машину и просто прокатился денек на его шинах, и когда уже сам начну ездить на постоянку, я уже как бы немного подытожу и скажу вам точно, как она себя ведет там, когда на дороге снежная каша, как вот она будет себя вести в городе, например, поверх льда образовалась снежная каша, как она себя будет вести по мокрому снегу, то есть вопросов еще к ней очень много. Но брат этой резиной очень доволен. Очень доволен этой резиной. И вот как заключение, как заключение в конце видео, хочу подытожить еще одну вещь. Больше 215, не вижу смысла ставить шины на Ниву, на классическую. Ни в коем случае этого делать не нужно. Смотрю некоторые YouTube-каналы, люди ставят зимние шины шириной профиля 225, а это профиль, который начинается для УАЗика. То есть от 225, это размер, начинается уже УАЗовский. Это УАЗовский чисто профиль. Вы поймите правильно. Это уже на Буханках, на Фермерах, на Хантерах 225 профиль. Это уже начинается УАЗик. То есть машина намного тяжелее, которая Нивы, которая весит почти 2 тонны. Нива у нас тонну 200, УАЗик по факту там чистыми, на 700 килограмм тяжелее Нивы. Поймите правильно, не зря это было все рассчитано. Вот штатная ширина профиля 185. Даже вот возьмите хорошую МТ-резину в профиле 185. И на некоторых грунтах, вот у нас в Удмуртии на бездорожье такая резина будет, которая поуже, она будет намного лучше. Машина будет лучше выходить с колеи. И по снежной целине я вот прекрасно понимаю, что все равно вот эта 215-я резина даже будет какая-то другая в таком же размере, но с профилем 205. Даже будет, пускай, меньше шипов. Она по снежной целине бить дорогу будет намного лучше. Поэтому еще раз заостряю внимание ваше, что данная шина больше для эксплуатации трассовая. То есть трасса, город, за городом, поселки, какие-то деревни. То есть дороги общего пользования, одним словом. То есть это не для охотников и не для рыбаков вариант однозначно. Ну все, парни, давайте, пишите свои мнения в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вот все мысли, которые я вам огласил, озвучил за свой многолетний опыт, который у меня накопился, владея НИОМИ, к чему я пришел, к какому заключению. Если бы, конечно, я сейчас занимался так же, у меня образ жизни был бы больше, я занимался там охотой и рыбалками, раскатывал везде, было бы больше свободного времени. Разумеется, я бы резину в 215 профиль даже рассматривать не стал. То есть это профиль был бы максимум 205. Но сейчас реалии такие, приходится вносить коррективы. Коррективы. Да, может и дальше, кто его знает, как оно дальше все это дело сложится. В общем, на сегодняшний день вот такой вот мой выбор. Мой выбор. Пишите, на какой резине вы эксплуатировали НИО, какие у вас отзывы. В общем, жду ваших комментариев. Всем жму руку, всем здоровья и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова